Розочки на торце волоса, ландыши из пыли, Винни-Пук с друзьями на маковом зернышке и другие невидимые глазу диковинки привез в Чебоксары новосибирский мастер микроминиатюр Владимир Аниськин. Все его творения можно разглядеть лишь с помощью оптических приборов. С микромиром познакомились мои коллеги Галина Титарчук и Евгений Анисимов. Однажды писатель Николай Лисков встретился с одним оружейником и услышал от него прибаутку о том, что англичане выковали стальную блоху, а тулики ее подковали. Так родился сказ о тульском мастере-левше. Спустя столетия подвиг лисковского героя повторил и сибиряк Владимир Аниськин, чья персональная выставка открылась в Чебоксарах. Мастер из Новосибирска блоху подковал не стальную, а самую, что ни на есть настоящую. Позаимствовал он ее у соседского кота. Блоха постоянно дергала лапками и мешала заколачивать гвоздики. После того, как насекомая обулась, стало слышно, как она в стеклянной колбочке стучала копытами, чем не раз отвлекала мастера от другой точной работы. Кроме подкованного насекомого, у Владимира есть и другие, не менее уникальные творения. К примеру, фрагмент из рассказа Лискова о левше, выполненный на срезе рисового зернышка. Надпись на человеческом волосе. Шахматные фигурки, размещенные на маковом зернышке. Караван верблюдов в игольном ушке. Рисунок на половинке яблочной косточки. Один из самых интересных экспонатов является роза в волосе. Мастер просверлил волос диаметром 120 микрон и разместил туда цветок розы. Также интересными экспонатами являются ордена и медали. В изготовлении этих работ мастер использует драгоценные металлы. Это серебро, золото. На выставке «Дива под микроскопом» размещены 29 работ. Владимир Аниськин работает по новой технологии, изготавливает микроминиатюры. У него в наличии 130 работ. Знакомьтесь, самая маленькая в мире матрешка. Высота всего 0,2 мм. Владимир расположил ее на срезе волоса. Разглядеть эту исконно русскую игрушку можно только в микроскоп. Впрочем, другие экспонаты этой выставки также можно увидеть лишь с помощью оптических приспособлений. На изготовление этих произведений искусства у мастера уходит от 6 дней до 6 месяцев. Самой времезатратной работой считается шахматный столик. Владимир делал его около полугода. Шедевр родился только с третьей попытки. Первые два столика были поломаны. Сибирский микроминиатюрист – настоящий гений своего дела. Это подтвердит каждый, кто когда-нибудь видел его творение. Особенно мне понравился Винни-Пух в 3D-модели. Я не понимаю, как можно вылепить эти 3D-модели, как их высвелить. Вообще меня поразили все работы этого мастера. Мастер, я так понимаю, очень талантливый. Стоит все-таки посмотреть в жизни, расширить свой кругозор и посмотреть на это. Крохотные произведения искусства на время поселились в музее истории трактора. Выставка работ сибирского левши будет работать до 7 апреля. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.